Всех приветствую, я думаю, можно начать. Тема довольно интересная, забавная, и поэтому я очень рад, что вы пришли, нашли время. Я хотел что-то про политику, про философию, но когда я написал, набросал тезисы, написал тему, я закрыл ноутбук и сказал себе, что за кринж. Тема мне не очень понравилась, но мне понравилось мое восклицание. И это восклицание, подобное восклицанию Архимеда Эврика, оно было для меня весьма эвристичным, потому что я не знаю, что такое кринж, но мне захотелось узнать, что такое кринж. Название Кринжу, следовательно, я существую, соответственно, это не моя придумка, это придумал отечественный русский философ, русский философ Вадим Лесоровьев, который говорил о стыде, которая связана с теологическим таким чувством. То есть, я стыжусь, следовательно, я существую. Здесь говорится все-таки о стыде, стыде перед Богом. И вообще, хочу на протяжении этой лекции сказать о том, что стыд, это несколько не эмоция, это определенный аффект, который меняется с различными дискурсивными трансформациями. Недавно, в декабре, один модный философский журнал «Логос» выпустил специальное издание, где тема кринжа была одной из центровых. И вообще, у меня была такая идея, просто прочесть этот журнал и пересказать широкую аудиторию, что там написали всякое такое философичное коллеги по цеху. И давайте начнем с базовых определений, что такое кринж, так как там дает философская наука. Здесь вы видите такое большое обширное определение. Сразу можно сказать, что здесь ничего не понятно. Очень много слов, заумный язык, птичий язык. И поэтому я, как ученый, не доверяюсь слишком таким обширным определениям. И поэтому я доверюсь к опыту ближайшему. И я попросил студентов просто сказать, что такое кринж и база. И вот они мне выдали кринж и базу. Вот сейчас я зачитаю. Кринж – стыд и неловкость за поведение другого человека. Кринж означает… Прости, разборчиво писать. Кринж – чувство стыда, неловкости от… Тоже непонятно. Кринж – когда краснеешь за других, стыдно за других. Когда сказал что-то неприятное, когда думал, что шутка хорошая, но никто не посмеялся. Кринж – какой-либо постыдный поступок, который поощряется среди молодежи. Кринж – неловкое, что какое-то действие, слова-взгляды. Ага. Кринж – слово, характеризующее стыд. Испанский стыд. Кринж – стыд. Тоже непонятно. Кринж – это то, что когда кто-то делает что-то непонятное, всем или постыдное. То есть, грубо говоря, стыд и кринж – это практически синоним. Но кринж – это такая форма означения стыда, которая в современной культуре достаточно ловко вошла в историю современности. И вообще, для того, чтобы понять, что такое стыд, нужно обратиться к антропологии. Грубо говоря, антропология – это база. Это база, благодаря которой человек может представить себя как человека культуры, социума, общества. И для того, чтобы прояснить, что такое стыд, попытаемся обратиться к такому феномену, как смех. Один индийский нейрофизиолог Ваванур Рамачадран в работе «Рождение разума», он приводит интересную гипотезу о том, что есть смех. Смех – это сигнал о том, что опасность миновала. Здесь можно представить первобытное общество и охотников, которые охотятся на мамонтов. И можем представить, как они охотятся. И представить такую ситуацию, когда вместо мамонта они увидели тень этого мамонта или какое-нибудь другое безобидное млекопитающее. И у этих охотников возникает смех. И смех он свидетельствует о том, что опасность миновала. И поэтому смех как бы разряжает обстановку. И смех – это вообще не речь. Смех – это то, что, наоборот, любую речь прерывает. Смех мешает говорить. И в отличие от стыда, стыд именно эту речь запускает. И дальше я буду об этом говорить. Также, что такое смех? Есть также смех, который вызывает смех. И можно сказать, смех, вызывающий смех, он удваивает ситуацию снятия опасности. Так как смех снимает опасность смеха без причины. Как известно, смех без причины – признак дурачин. Также еще, если мы говорим про культурные коннотации смеха, то можно вспомнить такой феномен закадрового смеха, который уже для нас не является смешным. Но в годы, 50-е годы, есть такая интересная байка, связанная с тем, что закадровый смех – это смех уже давно мертвых людей. И вот эта пленка все проигрывается, проигрывается, проигрывается в различных телешоу, ситкомах. Но, конечно, сейчас знать эту информацию весьма уже кринжово. Она уже ни к чему не отсылает ни какой-либо культуре подозрения. Я уже говорил, что смех – это такой сигнал о том, что опасность миновала. И вот здесь можно взять любой анекдот или вообще какой-нибудь мем, связанный с какой-нибудь комической ситуацией. Ну вот, допустим, такие анекдоты, как «Буратино утонул», «Колобок повесился» – да, конечно же, они уже не заставляют нас смеяться, как детей в советское время, в такой своеобразный черный юмор. Эти слова, они прежде всего говорят о такой логической несостоятельности. Ведь для того, чтобы Буратино утонуть, ему достаточно иметь только свое древесное происхождение. Также можно говорить о кринже с точки зрения тогда, когда что-то не является смешным. Вот, допустим, тоже такой известный анекдот. Почему, допустим, люди не улетают в космос? Потому что они прикреплены к поликлиникам. Ну, здесь тоже можно говорить о определенном недостатке. Любая комическая ситуация, она выявляет определенный недостаток, и над этим можно смеяться. Также не только дружба начинается с улыбки, но и смех. И начало любого смеха – это улыбка. Мы улыбаемся и умиляемся перед любой безоружной ситуацией – младенцем, котеночком, собачкой, какими приятными воспоминаниями, ну, как долларов по тридцать. Улыбка – это такой обрезанный смех. И здесь можно привести такую цитату философа Жоржа Баттая «Когда мы смеемся над детской нелепостью, наш смех лишь прикрывает стыд». То есть, если мы видим какую-нибудь забавную ситуацию с котенком, который бегает за своим хвостиком, таким образом мы смеемся, но тем самым мы прикрываем стыд за этой нелепостью. Также мы смеемся и умиляемся, когда там ребеночек плачет или что-то еще, когда он играет в какие-то свои безобидные игры. Сегодня мы находимся в интересной дихотомии, где нам уже сейчас становится стыдно стыдиться и стыдно проявлять свой стыд. И если вспомнить доковидную эпоху, была такая интересная фигура фейспалма, все его помните, знают, что значит уже закрыть лицо, закрыть лицо, спрятать лицо от другого. И зачем он нужен? Вообще фейспалм нужен для того, чтобы спрятаться от стыда. И поэтому здесь рука, она представляет собой не то, что помогает нам спрятаться. Рука – это маска. Маска для того, чтобы скрыть свой стыд. Ну, какой-то парадокс вы здесь скажете. Гипотеза вот все-таки моя состоит в том, что кринж, как феномен культуры, он сместил фейспалм. Почему? Гипотеза следующая. Потому что в доковидную эпоху мы все с вами носили маски, социальные маски и переживали за этого, не показывая свое истинное я. Но после того, как случился ковид, мы все стали носить маски и возник такой феномен, как вот этих масок, созданных с помощью виртуальной дополненной реальности. Мы все носили, все умиляли, все посылали друг другу там себя в образе кошечек, собальщика и прочее. Но сейчас эта мода уже утратила свою актуальность, потому что носить маску – это уже является кринжовым. Сейчас, если мы говорим о кринже, как о феномен культуре, то маска, которая предъявляется другому, она должна носить именно актуальный характер. То есть, если мы видим человека, который проявляет свои истинные какие-то наклонности, мы здесь можем включить такую оптику подозрений. Оптику подозрений, почему человек предъявляет нам свои какие-то нехорошие качества. Но здесь можно вспомнить социальную сеть, как TikTok, и здесь мы увидим целую палитру кринжа. Кринж, таким образом, это культурная форма стыда. Культурная форма стыда, почему? Потому что нам стыдно проявлять свой стыд. А как же в других культурах, спросите вы? И здесь можно вспомнить таких двух персон. Это Рут Бенедикт и Бренисал Малиновского. Здесь парочка таких антропологических примеров. Рут Бенедикт написала замечательную работу в 1946 году, которая называется «Хоризонтельный меч», где она изучала культуру и повседневную жизнь японцев. То есть, изучала их менталитет и ментальность. Рут Бенедикт говорит, что у японцев есть такое понятие чести долга, которое называется «он». И этот «он» очень специфичен тем, что этот долг нужно кому-то обязательно передать. То есть, человек, когда рождается, он награжден этим «оном». Родители передают «он» своему ребенку, и ребенок с честью и достоинством должен этот «он» переносить и потом уже воздаять своим родителям. Также, если мы говорим про культуру обменов между японцами, то если японцу дать какой-нибудь подарок, он откажется. Но если он этот подарок принимает, он несет этот «он», и он должен этот «он» обратно воздаять другому человеку. С этим опытом воздаяния связано понятие «гири», что значит «оплатить он». И тем самым, когда японец оплачивает гири, тем самым он оплачивает, обретает свою честь заново. И здесь у Руд Бенедикт есть интересная трактовка, что такое культура, культура стыда и культура вины. Руд Бенедикт говорит, что азиатские восточные общества – это культура, прежде всего, культура вины. И сейчас здесь будет картиночка, а там уже такая усовершенственная версия. Здесь мы видим синенькие – это культура вины, розовые, красненькие – это все культура стыда. То есть чем они отличаются? Если в восточных культурах стыда есть долг, который нужно нести и обязательно исполнить перед императором, перед вождем, то если мы говорим про культуру вины, то здесь есть такая культура обвинения другого. Здесь можно вспомнить два вечных вопроса – кто виноват и что делать? Также в культурах стыда нет практик очищения от стыда. В западных культурах такие практики есть, и самая известная практика – практика исповеди. Исповеди не только перед каким-то религиозным деятелем, святым отцом, но и перед ближайшим другим. Мы склонны исповедоваться даже ближайшему встречному, в баре, в автобусе, не знаю где еще. Для западной культуры исповедь – это вообще база, и мы всегда ищем виноватых и знаем, кому сообщить об этом. И еще маленький пример с Малиновским. Малиновский исследовал Требрянские острова, это Новая Гвинея, и там он описывал одно племя, которое верит в духов, духов, которые называются Балама. Балама – это духи предков. Духи предков, и Малиновский описывал интересный эпизод с трансом одного туземца, который говорил такой обвинительный монолог в адрес Балама. Суть была такая, в этот день устраивалось состязание лодок, и по этому случаю вождь устраивал пиршество, такое преподношение еды, и раздача этой еды. Но вот этот туземец, который разговаривал с Балама, они ругались между собой, и Балама обвинял вождя за то, что празднество было скудным, то есть еды было мало. И таким образом туземец, испытывая стыд за вождя, он проецировал стыд на вот этого духа. И таким образом между ними велась беседа. То есть таким образом мы видим то, что стыд, как такое чувство, которое испытывают все, на самом деле культура обусловлена. И в этом примитивном сообществе стыд – это есть некто, это есть мифологический персонаж, благодаря которому происходит какое-либо социальное нормирование. Стыд в этом примере, он оказывается в мире духов. Так или иначе, стыд в нашем западноевропейском понимании не бывает без чувства вины. Стыд – это признание вины перед другим под эгидой страха. Что такое вина? Вина связана с неким проступком. С проступком, проступок может быть как хорошим, так и не очень. И для того, чтобы нам считать себя виноватым, в чем-то есть такое понятие, всем известное – совесть. Совесть – это такое наличие стыда в виде внутреннего голоса. И также еще со стыдом есть такое еще понятие, как позор. Позор – это выставление вины. И вот, допустим, когда происходят какие-то социально-общественные волнения, обычно толпа скандирует позор, 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 позор. Здесь тоже можно говорить о таком символическом, магическом акте, когда человек пытается обращаться к некой такой справедливости. И эта некая справедливость, как вот в этом примере с Балама, она должна наказать каких-либо нарушителей общественного порядка. Так, и здесь тоже, говоря об этом, есть такой антрополог замечательный Клиффорд Гирц, который говорил следующее, что понятие стыд, как правило, применяется к ситуациям, когда какое-либо преступление разоблачено публично. То есть мы знаем, что мы в чем-то накосячили, и таким образом у нас возникает покраснение лица, и мы понимаем, что некто другой знает то, что было совершено некое преступление. А понятие вина, оно относится к ситуациям, когда о преступлении никому не известно, и человек несет свою вину. Вот здесь можно вспомнить известный пример с Расколиком Достоевского. Здесь мы видим какую-то такую вину без стыда, но потом мы узнаем все-таки, что он уже стыдится своего поступка. Так, ну такой краткий экскурс в антропологию и различные культурные трактовки. И сейчас мы перейдем к такому следующему разделу, связанному с историей и философией стыда. Стыд – это не чувство, не эмоция, которая одинаково всегда сопровождала человека на протяжении всей его истории. Согласно античным мифам, переданным с помощью Платона, стыд был дарован человеку. Стыд был дарован нам Зевсом с помощью Гермеса. И здесь вы видите на слайде цитату из работы Платона «Диалога софист Протагор», где говорится, что стыд нам подарен для того, чтобы существовало государство. То есть стыд и правда – это такие виды искусства, которые делают общество обществом. Вообще Зевс такой интересный персонаж, и вообще боги они не стыдятся. Если мы знаем мифологию Древней Греции, Зевс вообще не стыдится, он гуляет направо-налево, и стыд он вообще не испытывает. Там Деметру можно вспомнить, Персифону. Конечно же, дальше понимание стыда начинает секуляризироваться и домифологизироваться. Здесь можно вспомнить Аристотеля, который уже полагал, что стыд – это такая реакция на бесчестие. Ну, действительно, боги не стыдятся, стыдится только человек. И Аристотель говорит, что человек сам выбирает тех, кого он может стыдиться. И порядочный человек, согласно Аристотелю, стыдиться не может. С этим бы дальше поспорил Фрейд, который говорил, что, наоборот, самые бесстыдные люди – это самые счастливые. Вот так или иначе, если мы знаем античную трагедию, античные мифы, то выход из какой-то стыдливой ситуации для грека – это такое публичное признание, это публичная речь, раскаяние, путем которого человек получает такое чувство катарсиса и очищение от какого-то стыда. Здесь можно вспомнить известного персонажа Эдипа Сапокова. Таким образом, слова и речь – это наша одежда, а культура – это такое второе тело. И стыд позволяет оголиться перед социумом и показать себя во всей красе. Это такая негативная сторона стыда. Также, если мы говорим про сакрализацию стыда, то она наступает уже с первого века нашей эры, и стыд уже имеет теологические коннотации. Тертулян говорит, что нам не стыдно, ибо полагалось бы стыдиться, потому что Христос умер за наши грехи. И таким образом, классическая мораль учит нас стыдиться правильно, учит нас стыдиться телой своей телесности. И дальше об этом будет у Агустина Блаженова, который обратил на наше тварное тело. У него есть работа, которая называется «О супружестве и похоти». Он говорил об Адаме и Еве, которые, на самом деле, как он говорит, там спорят с высказыванием о том, что они не были слепыми, они видели друг друга голыми, и у них не было чувства стыда, потому что у них нет этого опыта. То есть, ранее они не делали ничего такого недозвольного, и стыдиться бы нечем. И как раз также Абгустин выразил постыдный характер плоти. У него есть такая цитата, что мы рождаемся между мочеловекалом, и вот это наше происхождение, оно как раз подтверждает этот тварный характер. Ну, как известно, Адам и Ева, они были стыдны по образу подобию Бога, и не через естественные акты происхождения человека. То есть, это такое рождение в грязи, оно сопровождает человека, и от этого греха, согласно Аристотелю, уже не избавится. Дальше тоже шел процесс десакрализации стыда. Он же связан с десакрализацией стыда. Здесь можно привести такой пунктирный пример с Абеляром Элоизой. Такая самая логичная история любви в истории философии. Но, как известно, Абеляр был оскоплен за то, что он собратил молодую Элоизу и постриг ее монахини. И, в конце концов, Абеляра оскопили в его собственные слуги. И вот он пишет, что он оскоплен, и он испытывает больше всего боль не от своей какой-то физической боли, а боль от стыда. И здесь есть такая еще штука, как срам, то есть срамные места. Здесь все-таки говорится о том, что Абеляр, он стыдится не сколько своих срамных мест, а сколько того, что этих места у него отсутствуют. Еще пунктирная такая линия по истории стыда, истории культуры стыда, это феномен исповеди. Стыд всегда мешал человеку исповедоваться, но в то же время стыд толкал его исповедоваться. И также сама исповедь вызывала стыд. Если человек шел на исповедь, то, согласно одному из соборов, Троидентскому собору, исповедь – это такое требование, исходящее от Бога в католической церкви. И верующие они должны скрупулезно перечислять на исповеди все свои грехи. Если человек утаил хоть один какой-то свой грешок, то здесь он мог сразу обвиняться в кощунстве. Его святые отцы, они только и делали, как сделать так, чтобы извлечь из человека все его грехи для того, чтобы тот перестал стыдиться. Стыд, поэтому он был таким, ну, священным. И поэтому любой человек, верующий человек, это прежде всего человек пристыженный, пристыженный своими пороками. То есть каждый человек, каждое воскресенье люди ходили исповедовались. Кстати, вот в Восточной церкви там так внимание на исповедь не обращали, потому что человек мог исповедоваться кому угодно. Вообще исповедь – это такой краеугольный камень уже реформации, и там люди вообще сопротивлялись исповеди, потому что люди, спротивляясь устной исповеди, так как приходилось исповедоваться приходскому священнику, который и так уже все знали, он уже всех знал, и поэтому тут уже ходили сухи и так далее. Также, если мы говорим про исповедь, то здесь тоже еще возникает фигура дьявола. То есть дьявол, он лишает человека стыда во время греха. И во время исповеди нужно как раз выдать все свои грехи, и утаивание хоть одного тоже говорит о кощунстве перед Богом. И стыд также позволял, заставлял пропускать человека разного рода исповеди. И если человек пропускал исповедь, значит это уже был такой сигнал для священников, что все-таки человек есть что утаивать. И дальше уже бегом верхом по галопам, поговорим про различные трактовки стыда, которые встречаются в истории философии, в частности Спиноза, который увидел все-таки в стыде не сколько аффекта, а сколько и такую механическую печаль. Также у Гопса стыд связан с осознанием, с обнаружением собственного недостатка, которое все-таки боготворно для молодых людей, а не для старых. И также здесь можно сразу же резко перейти к Канту. Вот у Канта наверняка самая интересная трактовка стыда. Он говорит, что стыд это такая баяльность, страх перед возможным презрением со стороны присутствующего лица. Также здесь говорит, что даже лица может и не быть. Человек может просто бояться какого-то проступка перед этим отсутствующим другим. И вот об этом другом я как раз буду говорить дальше. Так, и еще такая интересная вещь связана со стыдом. Это уже 20-й век и ужас в конце лагерей. И вот здесь один из известных таких писателей, эссеистов Прима Леви, который высказал такую интересную мысль. Он был в ивосвенцах, в нацистских лагерях. И после того, как он вышел, он понял, что ему стыдно быть человеком. То есть ему стыдно не только, что он испытал различные зверства, а потому что он остался живым. То есть умерли гораздо лучше, чем он. И это такой стыд без причины. Здесь мы не видим этого другого. Здесь мы не видим боязни какого-то присутствующего лица. Здесь мы видим совершенно иной характер стыда. Стыда перед чем-то таким естественным. Стыда перед фактом человеческого существования. И здесь мы далее переходим к психологии психоанализа стыда. Я здесь больше специализируюсь, поэтому буду говорить здесь на этом подробнее обосновании. Ранее мы дали определение, что стыд – это признание вины перед другим. Конечно же, бывает и так, что человек испытывает стыд, когда вины и общественного порицания нет. Приведу такой свой интересный пример. Допустим, когда я еду в общественном транспорте, я вижу, что есть свободное место. И мне возникает мысль, что я не могу туда сесть, занять место другого. Потому что я думаю, что сейчас придет какая-нибудь пожилая женщина, и меня выгонят. И мне придется встать. Таким образом, я испытываю стыд за то, что я еще не сделал. И вот это такое присутствие другого, вот этой воображаемой, грубо говоря, бабки, воображаемого другого, оно вызывает во мне это чувство стыда. Также даже после любой лекции, которую я читаю и где-то говорю, я тоже испытываю какой-то кринший стыд, потому что ну зачем я это говорю, зачем я это сказал, вот сейчас я буду выходить и думать, что за кринший я говорю. Так что я буду дальше говорить, для чего это нужно, потому что стыд – это такая интересная штука, которая позволяет скриивать социальное и общество. Так, здесь мы видим цитату Уильяма Джеймса в его работе «Многообразие религиозного опыта», где он исследовал религиозный опыт квакеров и мормонов, и протестантов различных. И здесь он говорит о таком чувстве стыда, когда, казалось бы, не за что садится. То есть человек лежит в уютной постельке и понимает, что ему слишком комфортно и неудобно. И вот он занимается такой практикой, то все он встает на холод, стоит там некоторое время и опять под кроватку. И здесь можно спросить, а где здесь это присутствие другого? Это присутствие другого как раз будет в регламентации вот этой такой добродетели, когда человек должен страдать от неудобств. И сейчас мы так плавненько перешли к Фрейду. У Фрейда есть как минимум две трактовки, что такое стыд, и как стыд появился в истории человека, из человеческого сообщества. В работе «Тотема табу» он описывает такую мифологию, где первобытное племя, где в этом первобытном племени есть такой первобытный отец, который обладает всеми женщинами сразу. И тут сыновья, они взбунтовались и укокошили этого отца, скушали его, и у них наступило такое чувство вины, раскаяния за то, что они сделали. И таким образом они установили табу на пожирание плоти, табу на инцест, на обладание женщинами. И таким образом мы увидим, как из этого племени уже начинают потом обособляться какие-то такие нуклеарные ячейки общества. Также есть еще другая трактовка, связанная со стыдом. Это, кстати, практика Евхаристии, практика причащения в церкви, когда там хлеб, вино, кровь и плоть Христа. Это тоже свидетельство о том, что отец когда-то был убит и съеден. Также со связкой со стыдом здесь можно говорить о такой инстанции сверхе, которая налагает на я такой компонент, как совесть. То есть, грубо говоря, стыд – это такой эффект, свидетельствующий о нашем с вами неудовольствии. То есть, если мы читаем психоконетическую литературу, и мы знаем, что есть принцип реальности, принцип удовольствия-неудовольствия. Человек избегает неудовольствия и таким образом стремится к гомеостазу. Стыд с точки зрения психоанализа – это уже такой признак, когда человек получил удовольствие, которое является наслаждением. Стыд – это то, что делает любую ситуацию какую-то неудобной. Человек чувствует себя не в своей тарелке, но именно человек, допустим, когда вспоминает какие-то кринжовые ситуации, и ему становится как бы неудобно за то, что он сделал и сказал какое-то в прошлом. И человек, когда вызывает себе вот эти неприятные воспоминания, он тем самым доставляет себе только наслаждение. Так, также еще как можно объяснить стыд. Вот здесь связано с тем, как человек воспитывает ребенка. Человек учит ребенка на первых порах его жизни чистоте. То есть это убирать, уборка за экскрементами. И если даже от человека дурно пахнет, то мы намекаем, что ему нужно как бы пристыдиться и посмотреть, почему от него так плохо пахнет. И философ Шорджер Батай, который я уже упоминал в первой части лекции, у него есть цитата, мы не в силах даже узнать, пахнут ли экскременты дурно из-за испытываемого к ним отвращения, или же обращает от них их дурной запах. То есть здесь он говорит, что нам мы стыдливо оберегаем нашу с вами жизнь от разложения. И поэтому стыд – это такой механизм защиты сколько ни человека перед каким-то там крыжовыми ситуациями, а стыд – это механизм защиты культуры от чего-то некультурного, от каких-то резких заводных запахов и вида каких-либо экскрементов. Здесь приведены некоторые психологические и психоаналитические трактовки. Вот интересная трактовка от Фенихеля в работе «Психоаналитическая теория неврозов». С его точки зрения, если человек стыдится, то он не хочет, чтобы его видели. И что значит отвод глаз? Вот, допустим, я всегда все время себя ругаю, я не могу смотреть в глаза публике, потому что с точки зрения психоанализа публика – это и есть так называемый страх перед мертвым отцом. То есть, грубо говоря, публика – это и есть тот самый отец, который показывает то самое каменное лицо, который говорит о том, что все наслаждение запретно. И отвод глаз – это такое сообразное желание, чтобы на вас не смотрели. То есть, если я уже говорил о фейспаме, то таким образом, отворачивая глаза от собеседника, мы таким образом тоже делаем фейспам, но уже без руки. То есть, грубо говоря, это такой знак, что человек не умер от стыда. И стыд с точки зрения психотической теории запускает вообще, запускает речь, запускает речь исповедания, запускает речь какого-то раскаяния. То есть, если мы сейчас говорим о современной культуре российской, у нас есть такая культура извинений, публичных извинений, и что запускает любое извинение, даже и публичное – это стыд. То есть, грубо говоря, мы говорим не про культуру публичных извинений, а про культуру стыда. И любое извинение – это как раз разрешение какой-либо постыдной ситуации. Вообще, интересно узнать, как вообще испытывают стыд вообще незрячие люди. Таким образом, культура стыда связана с сокрытием и предъявлением этого сокрытия в культурных формах. И здесь можно вспомнить различные формы искусства, современного искусства. И с сокрытием этого стыда играет такая сверху, как художественное искусство. И, грубо говоря, стыд – это такой фиговый лист культуры. Искусство провоцирует стыд у зрителя и в то же время у художника. Когда он ваяет какие-то свои шедевры, он как раз играет на этом чувстве стыде. То есть современный искусство – это вообще в целом кринж, но это его судьба. А да, здесь я привел цитату московского философа Федора Гевенка. «Стыд – это страх быть подверженным изгнанию измы». И здесь я расскажу про такую штуку, как интерпелляция. Интерпелляция – это понятие, которое ввел философ-неомарктист Уи Альтюсер. Интерпелляция – это что такое? Здесь можно представить такую ситуацию, когда мы идем в мирность по улице, и нас окликает полицейский «Эй, ты!» И когда мы оборачиваемся, таким образом мы становимся субъектами права. То есть оклик полицейского заставляет нас обернуться, и этот оборот подтверждает нашу коллективную идентичность. Мне даже многие люди говорят, что никто-то испытывает уже страх перед органом правопорядка. Это нормально. Это наша коллективная идентичность. И таким образом мальчисер говорит, что быть гражданином – значит всегда находиться в постоянном присвоении вины не только за себя, но и за другого. Таким образом стыд позволяет нам формировать свою коллективную идентичность. И здесь есть такая философиня Джудит Батлер, которая говорит, что совесть сотворяет субъектов из нас. Для того, чтобы мы были вписаны в социальное, мы должны прежде всего уметь повиноваться. И вот в этом слове «повиновение» уже есть это слово «вина», а где есть вина, там уже в нашей культуре есть и стыд. И даже не обязательно в этой интерпелляции реального человека, здесь можно вспомнить такой известный пример, если вы, допустим, заходите в какой-нибудь магазин, допустим, «Золотое яблоко», просто посмотреть. И когда вы ходите мимо этой противокражной рамы без покупок, вы думаете, вот как бы она не припещала, вот эта противокражная рама, хотя я ничего не украл, и тут охранник на меня как-то косо смотрит. И вот поэтому для этой интерпелляции субъекта живого недостаточно. Нужен какой-то муляж камеры, камера на телефоне. И вот присутствие другого в виде этого объекта противокражной рамы, оно заставляет нас стыдиться. Но так или иначе, зная то, что мы ничего не украли, тем не менее мы постоянно проговариваем себе эту ситуацию и остаемся в чувстве стыда. Таким образом, с помощью стыда мы вписаны в социальный порядок. Да, и здесь хотелось бы сказать, что такой испанский стыд, все-таки, благодаря работам студентов, я понял, что все-таки стыд связан с испанским стыдом, то есть, грубо говоря, это такой стыд за другого. Если говоря про социальные отношения, то мы, каждый из нас является скован, скован цепью стыда за другого. Другой может все, и вот эта ситуация как раз говорит о том, что и произошел испанский стыд, стыд за другого. Таким образом, мы присвоили вину за другого, но другой нас об этом не просил. Таким образом, мы тоже поддержим свою коллективную идентичность. И здесь очень много таких парадоксальных моментов. Допустим, Ницше, интересно, такую фразу произнес. Он говорил следующее. «Мне стыдно давать милостнюю нищему, но в то же время мне стыдно этого не делать». И поэтому стыд – это как раз хороший маркер для того, чтобы человек был каким-то богодеятельным. Но в то же время от какой-то богодеятельности он отклонялся. И вообще, среди вот этих новоэтических советчик, там, буллинг, харрасмент, хайп, есть такое слово, как шеймизация, шейминг, подразумевающее, что вот публичные позоры и осуждения должны сыграть воспитательную такую катарстическую роль. То есть для того, чтобы человек извинился, там, на камеру еще как. Шейминг, он изменил вот объект своего дискурса. Есть такое выражение «стыдно, когда видно». Когда мы говорим про кринж, мы таким образом маркируем ситуацию, когда ее видно. И зачем мы это делаем? Для того, чтобы обозначить то, что, как в случае со смехом, стыд, кринж имел место. То есть мы таким образом ставим маяки на каком-то социальном теле, каком-нибудь тексте, видео, там, пишем что-то там в комментариях и так далее. Кринж – это маркер того, что опасность, связанная со стыдом, пропала. То есть мы указываем на стыдные вещи, и здесь возникает такой вопрос потребности, что мы таким образом, говоря о чем-то кринжовом, говоря, что это кринж, таким образом мы сами становимся той самой противокражной рамой. То есть мы пищим, когда происходит какой-то постыдный поступок, и сигнализируем об этом. Таким образом мы поддерживаем социальный порядок, как вот эта противокражная рама. И таким образом, когда мы пытаемся намекнуть и простыдить другого, мы делимся кринжем друг с другом, то есть учим друг друга маркировать стыд. Говорить о стыде стыдно, но говорить о кринже можно, потому что кринж – это база. Да, и здесь я приведу цитату одного из своих любимых философов – Савоя Жижека. То есть если мы говорим об диалектике кринжа и стыда, кринжа – базы, то если кринж не возвращается, то это становится базой. Таким образом, с помощью кринжа мы маркируем, подмечаем какие-то ситуации для другого, и таким образом поддерживаем социальный порядок. И, наверняка, завершая эту лекцию, скучную лекцию, о которой я буду долго думать сожалеть, хочется ответить на такой банальный, базовый вопрос – что будет после кринжа? Наверное, после кринжа будет база. Спасибо. Продолжение следует...